МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Их нравы» и я, ее ведущий, Дмитрий Захаров. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Италия. Город Удине. Сухопутная копия Венеции. Пизарис. Городок, работающий как часы. Сказка о найденном времени. Музей часового дела. Польша. Варшава. Город, который был построен дважды. Точно как было. Возвращение вечных ценностей. Варшавское восстание. Это сладкое слово свобода. Хроника народного подвига. Дни триумфа и трагедии. Таиланд. Агротуризм. Раз ковбой, два ковбой. А домашненный дикий запад. Южная надбавка. Почем икра заморская, баклажанная. Виноделы всех стран опасайтесь. Тайцы выходят на тропу. Донаделие. На северо-востоке Италии, между Адриатическим побережьем и Альпами, расположен город Удино. Это второй по величине после триеста город региона Фреули, Венеция-Джулия. Первое упоминание о нем относится к 10 веку. В средние века Удино был политическим и экономическим центром всего региона. Чем славен этот город сегодня, расскажет наш корреспондент Кирилл Звягин. Удине. Название этого города знакомо любителям футбола во всем мире. Городской футбольный клуб Удинезе, играющий в высшем дивизионе итальянской футбольной лиги серии А, на слуху у всех болельщиков. Но не только своими черно-белыми или зебрами, как называют местных футболистов, интересен этот город. Своим возникновением город Удиный обязан замку. Он был построен еще в 10-м столетии. Пять веков спустя, в 1420 году, эти земли стали частью владения Венецианской республики. В те времена в стенах этого замка располагался главный штаб офицерского корпуса венецианцев. В первые годы своего правления венецианцы всячески стремились укрепить свои рубежи. В особенности рубежи восточные, откуда исходила постоянная османская угроза. В связи с этим политическое и экономическое влияние Удины, как самого восточного венецианского города, увеличивалось. В 15 веке Удиный стал столицей обширной области Фриули. После этого население города многократно возросло. Здесь обосновались ремесленники и художники, архитекторы, скульпторы, создавшие нынешний облик Удины. Правление венецианцев продолжалось вплоть до конца XVIII века. Вторжение войск Наполеона положило конец их господству. После французов город стал частью владений гамбургов. В их руках он оставался вплоть до австро-прусско-итальянской войны. В 1866 году, после окончания войны, город стал частью Италии. А век спустя, в 1963-м, Удиное вместе с Триестом, Горицией и Парденоне образовал самоуправляемую область Фриулия, Венеция, Джулия. Современный Удиное – город тихий и уютный, с множеством миниатюрных площадей, от которых во все стороны расходятся узкие средневековые улочки с многочисленными кафе, магазинами и лавками. Коренные жители города – натуральные полиглоты. Помимо итальянского, главного языка местных жителей, многие из них свободно говорят на немецком, оставшемся в наследство от Габсбургов. Некоторые знают славянский, как-никак от Удины до Словении рукой подать. Ну и, разумеется, все поголовно знают фриульский язык. Разнообразные беды и катаклизмы послевоенных десятилетий обходили Удины стороной. Исключением стало лишь землетрясение 1976 года, после которого полгорода лежало в руинах. Впрочем, в наши дни Удины полностью восстановлен. Отреставрирована главная площадь города – Пьяцца Делла Либерта – площадь независимости, спроектированная в 16 веке самим Андреа Палладио – великим итальянским архитектором, одним из основоположников классицизма. На площади стоит элегантная часовая башня, напоминающая башню на площади Сан-Марко в Венеции. Подобные башни, к слову, есть практически в каждом городе Фриули. Некоторые из них имеют прямое отношение к небольшому городку Пизарис, расположенному в часе езды на север от Удины. Час по-итальянски – ора. Часы – орлоджио, то есть знающий час. В некоторых европейских странах башенные часы издавна называют орлой. Первые часы на башнях появились в 13 веке и имели одну единственную часовую стрелку. Более точно узнавать время нужды не было. Сегодня время стрессов и страстей мчится все быстрее. А вот в итальянском городе Часовщиков Пизарис оно идет неторопливо и, более того, красиво. Общеизвестно, что пунктуальность итальянцам не свойственна. Не то чтобы опоздания у них приветствовались, но большинство жителей Италии относятся к ним вполне терпимо. Хотя, разумеется, существуют исключения из любого правила. В частности, и из этого. «Иль темпо э динаро», говорят итальянцы, то есть время – деньги. Особенно актуальна эта пословица была в городе Пизарис на северо-западе Фриули. Здесь, начиная с 17 века, местные жители на жизнь зарабатывали изготовлением часов. Самый нелепый вопрос, который можно задать, оказавшись в городе Пизарис, – который час? Местные жители, скорее всего, вас просто не поймут, ведь часы в этом городе есть везде и всюду, причем все исправно работают. Одним из самых интересных мест в этом часовом царстве является музей часов, где собрана уникальная коллекция часовых механизмов. Собрана она усилиями местного хранителя времени Синьора Аманцио Салари. Часы – моя главная страсть, я собираю их всю свою жизнь. А пару лет назад решил выставить свою коллекцию на показ. Так в нашем городе появился музей часов. В персональном музее Синьора Салари есть какие угодно часы, начиная от самых древних и заканчивая вполне современными. Со временем у жителей Пизариса вообще отношения особенные. Три столетия назад, в начале 18 века, многие уехали из города на заработки. Большинство местных жителей перебрались в соседнюю Австрию и Германию, где устроились работать в часовые мастерские. Заработав на жизнь, они вернулись на родину и наладили часовое производство у себя дома. Первый исторический документ, свидетельствующий о существовании часового дела в Пизарисе, датирован 1725 годом. В нем говорится, что между местной часовой фирмой и городом Керса, расположенным в современной Хорватии, был заключен договор на производство башенных часов. Потом подобных договоров и заказов становилось все больше. К концу 18 века в Пизарисе существовало уже довольно крупное промышленное производство башенных часов. Вскоре здесь стали делать не только башенные, но и карманные, а после и наручные часы. Как вы понимаете, в 18 веке транспортировать огромные башенные часы было довольно трудно. Тем не менее, большинство часов, которые появились в регионе Венетто и в нашем регионе, были сделаны здесь, в Пизарисе. Кроме прочего, наши часы украшали башни городов в Истрии, нынешней Хорватии, а одни часы даже оказались в Америке. В 20 веке, кроме всевозможных башенных и наручных часов, в Пизарисе освоили производство часов для вокзалов и аэропортов, а также стали делать электронные табло. Одно из них долгое время украшал аэропорт в Токио. Часовые умельцы из Пизариса добрались и до страны восходящего солнца. У меня самого дома полным-полно часов. Многие из них местного производства, хотя есть, конечно, и импортные, и японские, и швейцарские. Считается, что швейцарские – лучшие часы в мире, но я бы с этим поспорил. Наши ничем не хуже. Жители Пизариса полностью разделяют мнение синьора Салари. Несмотря на то, что часовое производство, существовавшее здесь веками, не так давно закрылось и переехало в другое место. Однако в городе осталось множество самых разных часов. Их здесь столько, что вполне хватило бы не на один, а как минимум на два города. Есть в Пизарисе водяные часы, старинные, похожие на причудливый фонтан, глядя на которые, можно в буквальном смысле узнать, сколько воды утекло. Есть часы с лунным календарем и картой звездного неба. Есть футуристические, есть часы в стиле модерн. Неудивительно, что местные жители никогда, никуда не опаздывают. Ведь никогда не опаздывают их многочисленные оригинальные часы. Не те, что на улицах, не те, что в музее, основателю которого, сеньору Амансу, час от часу легче. У нас очень много часов, но очень мало места. Поэтому я всегда мечтал о том, чтобы расширить этот музей. И вот постепенно моя мечта начинает сбываться. Скоро у нас будет большой музей часов, многоэтажный, куда поместится вся моя коллекция. Есть сказка о потерянном времени. В городе Жапезарис усилиями местных жителей была создана сказка о времени обретенном. Чтобы увидеть ее своими глазами, сюда приезжают итальянцы со всех концов страны. И число их будет увеличиваться, считает сеньор Амансу. Это лишь вопрос времени, который жители Пизариса умеют и ценить, и измерять, и хранить. Первые упоминания о Варшаю встречаются в рукописях XIV века. Ученые полагают, что название города связано с именем Варш. Согласно преданию, так звали рыбака, который женился на русалке Сави. Получилось Варш-Сава. В 20 веке прекрасная Варшава подвергалась жестоким испытаниям. О трудной судьбе польской столицы в сюжете нашего корреспондента Дмитрия Воздвиженского. Сегодня в Варшаве живет около двух миллионов человек. Но вряд ли вам удастся найти много варшавян, родители которых тоже родились здесь. В современном городе их всего около 5%. Предки остальных – люди со всей страны, которые после Второй мировой войны приехали отстраивать свою столицу, разрушенную немецкими фашистами. Когда гуляешь по Варшаве, создается впечатление, что это самый обыкновенный средневековый город, которому уже много сотен лет. Между тем, это не совсем так. Все постройки, которые находятся у меня за спиной, колонна Сигизмунда, Королевский дворец, старое здание не старше 60 лет. В 1944 году все это было уничтожено фашистами. Варшава представляла собой одну большую груду камней. Вальдемар Домбровский – директор Варшавского народного театра. Он говорит, что Варшава – это город, с которым судьба обошлась необыкновенно жестоко. Красивый, стильный, восточный Париж. Так говорили о Варшаю в 30-х годах прошлого века. А уже во второй половине 40-х, после войны, всерьез рассматривались варианты переноса отсюда столицы. Многим восстановление города казалось невозможным. Это был необыкновенно элегантный город, в котором кипела жизнь. Перед войной в километре от этого места было 40 театров и кабаре. Полтора миллиона жителей. Сейчас должно было бы быть 4 миллиона, но их только два. Все, что сейчас выглядит старым, было построено лет 40 назад. Варшаву сравняли с землей гитлеровцы в конце 44-го года. Гитлер приказал, что Варшавы не должно быть. Был составлен план полного сноса города, и он был педантично реализован. А мы теперь до сих пор строим Варшаву. Варшавские памятники архитектуры можно отстроить заново, но погибших варшавян не вернуть. За всю войну, по разным подсчетам, город потерял до 800 тысяч жителей. Но те, кто выжил, верили, Варшава обязательно будет восстановлена. Разбирать завалы стали сразу после того, как немцы ушли, практически голыми руками. А дальше началась кропотливая работа по восстановлению исторического центра и исторического облика города, которое не закончено до сих пор. Театры и дома, улицы и кафедральный собор, магазины и лавки, храмы и церкви, мэрии и дворцы, памятники и площади. Архитекторы и реставраторы до сих пор заново отстраивают польскую столицу. И их работа не будет скоро закончена. Это дело будущих десятилетий. Перед войной в нашем городе был такой замечательный человек. Назвался он Оскар Сосновский. Он был деканом архитектуры на политехнике в Варшавске. Он был таким визионером. Своим студентом давал тему дипломных работ. От 1932 года начиналось описание домов старого города. Эти дипломные работы сохранились. И они также послужили основой тому, чтобы восстановить старый город. Долгое время на месте королевского замка, построенного в начале 17 века королем Сигизмундом III вазой, был сквер с деревцами и лавочками. Получить во времена социализма разрешение на восстановление этого монархического гнезда долго не удавалось. Но поляки все-таки решились это сделать. И в конце 1971 года началась большая стройка, вызвавшая, кстати, недовольство в СССР. Работа продолжалась чуть ли не до наших дней, но теперь площадь обрела примерно тот вид, который имела при короле, который возвел этот дворец и в честь которого поставлена эта колонна. Уже третья по счету. Остатки первых двух теперь лежат сбоку от дворца. Первая обветшала со временем и была заменена на вторую, которую выстрелом из пушки с противоположного конца площади уничтожил немецкий танкист в 1944 году. 300 лет этот колокол пролежал в соборе под алтарем, где над ним молились. После войны его нашли и установили на этой площади. И теперь считается, что если, находясь в Варшаве первый раз, прикоснуться к нему и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Сбудется так же, как сбылась мечта поляков о восставшей из пепла Варшаве. Удивительно красивом городе с такой трудной и трагической судьбой. Город-призрак, город-фантом, город-птица-феникс, второй Париж, который был почти стерт с лица земли, но вопреки всему возродился. В конце сентября 1939 года в подполье была создана служба победы Польши. Вскоре она была переименована в Союз вооруженной борьбы. А 14 февраля 1942 года приказом генерала Сикорского эта подпольная организация стала называться Армией Краевой, то есть внутренней армией. Армия Краева подчинялась польскому правительству возгнание. Краевцы верили, что после освобождения Польша будет независимой и демократической страной. И боролись именно за это. Музей Варшавского восстания в столице был открыт только в 2004 году, к 60-й годовщине. И это, несмотря на то, что это восстание считается крупнейшим за годы Второй мировой войны. Неудивительно, что музей стал необычайно популярен, ведь полякам пришлось ждать столько времени. И даже сейчас у входа выстраиваются огромные очереди из желающих узнать, что же происходило в те 63 трагических дня с 1 августа по 2 октября 1944 года. Восстание началось, когда уже было понятно, что немецкие войска уходят. Приближается Красная Армия, а немцы должны оставить Варшаву. Это был вопрос нескольких недель, но поляки помнили, что после встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране весь мир был поделен на сферы влияния, и Польша попадала в сферу влияния СССР. Люди не хотели допустить советизации Польши, и именно это стало одной из главных причин Варшавского восстания. Замысел был предельно прост. Если бы ко времени подхода советских войск Варшава уже была свободна, и в ней находилась признанная Западом лондонское правительство, то не считаться с ним Сталину было бы очень трудно. Таким образом, появлялся шанс избежать превращения Польши в вассала СССР. 31 июля генерал армии Краева Комаровский подписал указ о начале восстания. Варшавское восстание продолжалось ровно 63 дня, и каждый из этих дней подробно описан в этом музее. Передвигаясь по нему, люди могут брать листки вот такого отрывного календаря, чтобы понять, что происходило в тот или иной день. Поначалу удача сопутствовала восставшим. Им удалось захватить практически весь центр города, но мосты остались в руках немцев. Атака на аэродром также была отбита, и таким образом восставшие сразу потеряли возможность доставки им оружия союзниками. В результате оружие имело лишь каждый десятый из повстанцев. Немцы быстро опомнились и приступили к планомерному уничтожению города вместе со всеми, кто там находился. Они рассекли силы восставших, шансов на удачу у которых с каждым днем становилось все меньше. Варшавская канализация была построена в 19 веке, еще во времена Российской империи. В веке 20-м она стала основным средством коммуникации во время бастания в 1944 году. Сталин прекрасно понимал, что происходит на самом деле. Наступление Красной Армии на Варшаву затормозилось. Советские историки всегда говорили, что это произошло по объективным причинам. Но на Западе возобладала точка зрения, что таким образом вождь народов решил руками гитлеровцев избавиться от своих политических противников в Польше, что в конечном итоге и произошло. Во время каждого из 63 дней восстания в городе погибало в два раза больше людей, чем 11 сентября в торговом центре в Нью-Йорке. Принимая решение о восстании, поляки надеялись справиться с собственными силами. Однако они явно переоценили свои возможности и возможности союзников, которые обещали им помочь. У них оставалась все-таки еще небольшая надежда на помощь Красной Армии. Но она так и не пришла. Капитуляция оставалась единственным выходом – остановить убийство жителей города. И все-таки еще 700 тысяч человек после окончания боев были изгнаны из города. Многие погибли. Так нужно ли было вообще это восстание, результатом которого стали такие катастрофические жертвы? Единого ответа на этот вопрос нет до сих пор. Даже в самой Варшаве. Эта тема актуальна до сих пор. Нужно ли было восстание? Многие говорят, какой был в этом смысл? В течение 63 дней погибло около 10 тысяч бойцов и многие тысячи мирных жителей. Варшава стала каменной пустыней. По мнению некоторых, мы проиграли. Мы понесли столько потерь, и все равно Польша была советизирована и так и не стала свободной. Мы не даем ответа на этот вопрос. Каждый должен найти его сам. Главной ставкой в той большой игре была свобода. Ради нее стоило рискнуть. А с другой стороны были смерть и полное разрушение Варшавы. Они попытались и проиграли. Встречаясь и разговаривая сейчас с участниками восстания, мы услышали от них, что те два месяца – это был лучший момент их жизни. Потому что от 1939 до 1989 года только эти два месяца 44-го и были месяцами свободы Польши, о которой тогда все мечтали. Пананжи говорит, что главная цель их музея – показать, что главными участниками тех событий были совсем молодые люди. Такие же, как и сейчас, со своими желаниями и надеждами. Они радовались жизни, любили, встречались. И вдруг в один момент, когда перед ними был поставлен вопрос, что важнее – жизнь или свобода, они, не задумываясь, выбрали свободу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агротуризм с каждым годом становится все более популярен в Таиланде. И те фермеры, которые первыми широко открыли ворота своих хозяйств городским жителям страны и иностранцам, сейчас на коне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было у отца два сына. Одного звали Чок, другого – Чай. Основав свою ферму, он назвал ее Чок-Чай, что в переводе с тайского означает «удача». Начиная бизнес полвека назад, он не мог и предположить, что когда-нибудь люди из городов станут толпами приезжать сюда, чтобы посмотреть, как дуют коров и выращивают овощи. Да к тому же будут платить за это столько, что это будет сравнимо с доходами всего хозяйства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поход на ферму начинается с осмотра коллекции сельхозтехники, золотой век которой закончился несколько десятилетий назад. Для большего колорита по огромной территории посетителей возят в тележках, прицепленных за трактором. За рулем, как правило, симпатичные девушки в ковбойских костюмах и шляпах. По дороге горожанам подробно рассказывают о том, как выращивают те или иные культуры и разводят скот. Пять десятков коров тут доят с помощью доильных аппаратов. Желающие могут попробовать подоить руками. Правда, с первого раза получается не у всех. Зато каждый здесь может стать ковбоем. Какой же таяц не мечтает хоть на минутку оказаться на американском Диком Западе? Тут можно прокатиться в коляске, запряженной пони или верхом, сделав отличное фото на фоне декораций. А можно увидеть настоящее ковбойское шоу. Молодому бычку набросят на шою веревку, покажут умение обращаться с кнутом, мгновенно вытаскивать пистолеты из кубуры и другие приемы, без которых жизнь ковбоя невозможно представить. Управляющий фермы Сэмуэль Кончаб уверен, после осмотра его хозяйства горожане обязательно полюбят деревню. Поймут и почувствуют, как нелегок труд фермера, будь то американского ковбоя или тайского животновода. Мы популяризируем профессии фермера и животновода, помогаем труженикам села испытывать чувство гордости за свою работу, а горожанам даем возможность выбраться на свежий воздух и увидеть, как выращивают урожай и ухаживают за животными. Еще один номер сельхозшоу – приготовление мороженого. Его делают из свежего молока, предлагая агротуристам поучаствовать в процессе и даже создать свое авторское мороженое. Кофейное, ванильное, ягодное, клубничное, смородиновое, со вкусом зеленого чая, какое душе угодно. Лучшего удовольствия для детей, которым приготовленное своими руками мороженое можно еще и съесть, просто не придумаешь. Вы можете сделать мягкое мороженое своими руками, а заодно познакомиться, завести новых друзей и хорошо провести время. Молоко, варенье, сахарный сироп – дети перемешивают их вместе со взрослыми, которым это доставляет, пожалуй, не меньшую радость. Полученную смесь заливают в охлаждающий агрегат, и через полчаса мороженое готово. И даже если вы решите остаться на ночь в гостинице при ферме, перед отъездом ваше мороженое вручат вам, достав из холодильника. На ферме Чокчай говорят, что только ухоженные и счастливые коровы дают вкусное молоко. Чокчай стала первой в Таиланде, где начали организовывать экскурсии для горожан. В прошлом году ее посетили ни много ни мало 300 тысяч человек. Для здешних горожан сельская жизнь стала настоящей экзотикой. И оказывается, в ближайшей деревне можно увидеть не меньше интересного, чем в поездке за 3-9 земель. Весть из полей Таиланда – это очень вкусно. Здесь выращивают маниоку, кукурузу, рис, батат, ананасы, кокосы, дуриан. В тайской деревне нет недостатка в буйволах, свиньях и курах. А местные морепродукты восхитят даже самого требовательного гурмана. Но даров их родной природы тайцам мало. Они научились выращивать то, что для них экзотично. Ферма «Банчарт» – одно из самых известных предприятий в Таиланде, где выращивают не вполне обычные для этой тропической страны плоды и растения. Яблоки, брокколи, латук и клубнику. В древности провинция Петчабун носила другое название – Петчабун, что значит «край больших урожаев». Ведь здесь находятся одни из самых плодородных земель Таиланда. На высоте 800 метров над уровнем моря оказываешься в климатической зоне, где прекрасно растут цветы и бамбук. Экологически чистые продукты отсюда поставляют в дорогие супермаркеты для состоятельных тайцев и иностранцев. В последнее время у тайских фермеров стало модным выращивать так называемые овощи холодного климата. Такие, например, как лук, морковка, огурцы, помидоры или новые и экзотические для страны овощи – баклажаны. В пересчете 300 рублей за килограмм для Таиланда – фантастически высокая цена. Правда, за элитный овощ, который в обычных условиях в стране не растет. Баклажаны у нас недешевые, но спрос на них есть. Некоторые районы страны прекрасно подходят для выращивания необычных культур, и на этом можно неплохо заработать. За последние 10 лет, с тех пор, как нетрадиционные и экологически чистые овощи вошли в моду, дела фермы Банчарт пошли в гору. Теперь здесь едва успевают справляться с наплывом заказов от торговых сетей и ресторанов. Еще каких-нибудь 30 лет назад в Европе традиционно считали, что хороший виноград может произрастать исключительно между 30-й и 50-й параллелями. Якобы севернее для него слишком холодно, а южнее слишком жарко. Но опыты и исследования последних лет показали, что хорошее вино можно делать из винограда, растущего даже в такой южной и жаркой стране, как Таиланд. Эти виноградники принадлежат одному из владельцев крупнейшей пивной компании Таиланда, решившему начать новый бизнес для собственного удовольствия. Выращивать виноград и делать из него вино в этих местах непросто. Но ради его необычного вкуса тайские виноделы проделывают эту поистине титаническую работу. Мы опасались, что у нас в Као-Яй винограду будет слишком жарко, но его главным врагом оказалась не температура, а высокая влажность. Поэтому для вина мы используем лишь один из двух урожаев в году, тот, который собираем в сухой сезон. По аналогии с винами «Нового света» из Чили и Аргентины, тайские впору называть винами новых широт. Всего 14 градусов северной широты, почти экватор. Если в Европе при созревании вина во многом полагаются на естественные условия, то в Таиланде, чтобы создать аналогичные, приходится тратить огромные деньги. Этот винный погреб – один из самых необычных, которые нам когда-либо приходилось видеть. Строго говоря, его и погребом-то не назовешь. В этих бочках вино хранится от года до полутора лет. В помещении, в котором круглые сутки работает кондиционер. На улице жара под 35, а здесь не больше 20. Ведь если температура поднимется выше допустимой, все вино может оказаться безнадежно испорченным. Из 220-литровых бочек французского и американского дуба выпаривается слишком много влаги. Поэтому полы тут регулярно поливают водой, чтобы хоть немного увеличить влажность в помещении. Люди не думают, что тайское вино может оказаться таким хорошим. Они считают, что белое вино можно делать только в прохладном климате, как из сорта «Рислинг» в Германии или «Саминьонаблан» в Новой Зеландии. Но у нашего вина букет ничуть не хуже, и для многих это становится приятным сюрпризом. Проют пьякута – главный винодел хозяйства. Его работа – сделать так, чтобы вкус местного вина получился наиболее выигрышным. С каждого урожая я должен сделать 7 разных вин, а это как вырастить семерых детей. Не могу сказать, что один ребенок получился лучше или более любим, чем другой. Ведь я люблю их всех. В прошлом году здешние виноделы разлили 140 тысяч бутылок. А в этом рассчитывают сделать еще больше. Теплая солнечная погода дарит им вино с богатым букетом, прекрасно подходящее к острой тайской кухне. И в чем уж точно нельзя упрекнуть тайских фермеров, открывших стране агротуризм, научившихся выращивать экзотические овощи холодного климата и делать вино, так это в готовности экспериментировать. Не только читать, но и смотреть сюжеты программы вы можете на нашем сайте ихнравы.ntv.ru Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами. До встречи через неделю с ихнравами на канале НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова